С вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня у нас понедельник, 21 февраля, можно сказать, черный понедельник для российского фондового рынка. Индекс РТС теряет более 10%, бумаги теряют и того больше, такие как Газпром, Сбербанк, Роснефть и так далее теряют больше, чем 10%. Мы об этом с вами много говорили и на этом очень хорошо сегодня заработали. Валютная пара рубль-доллар тоже летит в бездну, уже торгуется выше отметки, чем 78,5 рублей и продолжает терять свои позиции. Обсудим ситуацию в валютной паре и, конечно же, обсудим общую ситуацию на фондовых площадках и немножко поговорим о геополитике. С вас по традиции лайк, подписка, пару слов, комментарии, а мы начинаем. В следующий видео обзор мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках и ситуация в мире складывается умеренно. Негативное мы с вами видим это по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Там есть небольшое падение, но оно действительно именно небольшое по сравнению с нашим российским фондовым рынком. Если мы посмотрим, то Япония упала на 0,8%, китайские индексы и вовсе теряют того меньше, но Австралия вообще находится в зеленой зоне. С утра мы с вами видели и растущие американские фьючерсы, но вот на момент съемки видео они торгуются в небольшом минусе, но минус такой более или менее нормальный. Там 3-5,5% их индекса теряются, под давлением находится, конечно же, технологический сектор NASDAQ. Но сегодня, к слову сказать, Америка вовсе не торгует, поэтому все основные торги, все основные движения американский фондовый рынок будет отыгрывать уже завтра. Сегодня у них праздник День Президента, пускай празднуют, но на российском фондовом рынке творится полнейшая вакханалия, полнейшая паника. Индекс московской биржи теряет порядка 7%, индекс РТС теряет больше 9,5%. И я думаю, к концу дня мы все-таки увидим с вами падение и на 10% в том числе. Все это происходит из-за того, что Запад и в частности Соединенные Штаты Америки анонсировали новые санкции против Российской Федерации. Санкции коснутся банковской системы. И, конечно же, на фоне всего этого посыпались компании-экспортеры, посыпался наш весь банковский сектор. Мы с ребятами из нашего премиум-чата не закрывали шарты, мы с вами об этом говорили в выпуске «Итоги недели». Кто не смотрел, обязательно этот выпуск. Посмотрите, да, это был риск, особенно сегодня. С утра мы открывались вроде бы небольшим гэпом вверх и даже в начале дня росли почти на 2%. Но вот после выхода новостей из-за океана о том, что будут новые санкции, после новостей из двух непризнанных республик с территории Украины, наш российский фондовый рынок начал потихоньку падать. И падение начало ускоряться после того, как прошли отметку уже 136 тысяч по фьючерсу РТС. Здесь у многих стояли, конечно же, стопы. Пошел вынос стопов и наш российский фондовый рынок полетел камнем вниз. Об этих своих сделках я скидывал в наш открытый телеграм-канал, что мы достигли и 132 тысяч по шарту, и по 126 стояла глобальная цель. В плюсе мы находимся 22 тысячи пунктов, я считаю это шикарнейший. Плюс мы открывали шорт всего лишь в четверг, и сегодня эти шарты многие из ребят из нашего премиум-чата закрылись с очень и очень хорошей прибылью. Прибыль составила уже более 15%. А напомню, что наш российский фондовый рынок в прошлом году только вырос на 29%. То есть половину роста только за три дня мы отыграли. Ну а общий шорт мы с вами, с ребятами из премиум-чата поймали от 1830 вот до 1260. Считайте сами, какой пропит всего лишь за несколько месяцев мы сумели словить. Все это, конечно же, укладывалось в ту логику, которую я здесь анонсировал на протяжении последних нескольких месяцев 2021 года, что российский фондовый рынок ждет серьезнейшее падение. Мы, конечно же, приписывали и экономические ситуации, и рассматривали с точки зрения геополитики, но сыграла карта именно геополитическая. Дорогие друзья, заметьте, наш российский фондовый рынок обвалился так тогда, когда еще не начала падать Америка. Америка, значит, скорее всего, начнет падать в ближайшие несколько недель после того, как Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки начнет повышать свои ставки, закончит печатать денежные средства программами количественного смягчения и начнет сворачивать баланс Федеральной резервной системы. Тогда, конечно же, американский фондовый рынок накринется. Многие компании из того же самого технологического сектора NASDAQ уже находятся на минимальных своих значениях, потому что они впрямую зависят именно от денежно-кредитной политики американского регулятора. Мы с вами знаем, что у них огромнейшие долги, и эти долги именно по плавающей ставке. Если ставка будет подниматься, соответственно, обслуживание этих долгов будет еще более проблематичное. Конечно же, вот такая ситуация американскому фондовому рынку, идти вниз, ну, сам Бог велел. Ну, а наш российский фондовый рынок, как всегда, предшественник довольно-таки серьезного падения на главном фондовом рынке мира, падает заранее. Именно эту ситуацию мы с вами и предвещали. К этой ситуации мы готовились. Именно к этой ситуации я подготавливал ребят в нашем премиум-чате и говорил, что торговать от ланга сейчас крайне и крайне опасно. И называл даже уровни, и даже здесь в открытом доступе я эти уровни называл, что «Газпром» я жду по 280 и ниже, что «Сбербанк» я жду по 230 и ниже. Именно этих значений мы уже сегодня достигли. И именно от этих значений теоретически можно начать делать какие-то инвестиционные покупки в среднесрочную перспективу, да, на тот же самый дивидендный сезон. Вот именно от этих уровней теоретически можно начать заходить. Но лично я еще пока выжидаю, хочу посмотреть, как эта ситуация будет развиваться в дальнейшем. У нас на этой неделе очень важное событие состоится 24 февраля, если никаких-то форс-мажорных обстоятельств не произойдет. Должны встретиться министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Блинкин. Конечно же, на эту встречу многие уповают и надеются, что благодаря этой встрече министр иностранных дел сумеет обсудить самые острые вопросы, которые сейчас назрели. И, возможно, да, обговорят саммиты на высшем уровне. Это встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Личная встреча, где лидеры двух крупнейших держав все-таки обсудят ту сложившуюся ситуацию, которая сейчас происходит. Ситуация на самом деле очень и очень серьезная. Мы с вами видим, что ситуация Украины и двух непризнанных республик обостряется. Обстрелы идут по всей линии соприкосновения. Нет, на протяжении 400 километров. Пока это идет именно артоподготовка, но никто не переходит именно в сухопутное наступление. Не дай бог, конечно же, если начнется более горячая стадия конфликта, возможно, в такой ситуации Российская Федерация не выдержит и пересечет границу с Украиной и войдет в две непризнанные республики. Тогда, конечно же, западные державы будут вводить санкции. А какого рода санкции они готовы сейчас ввести? Конечно же, отключать от свифта они нас не хотят. Они прекрасно понимают, что они покупают нашу нефть, они покупают наш газ. И в такой ситуации им просто нет возможности расплачиваться с Российской Федерации за те же самые энергоносители. Но они анонсируют, что могут отключить западные банки, российские банки от корреспондентских счетов за рубежом. То есть, простые частные переводы из банка в банк, например, какие-то оборудования покупать наши компании-экспортеры в том числе не смогут. Таким образом, затруднится тот же самый и обмен доллара в Российской Федерации. Банки просто не смогут переводить доллары за рубеж, здесь получать рубли. Это довольно-таки серьезный момент. Фактически, это первая стадия отключения Российской Федерации от того же самого свифта. Что такое корреспондентский счет, надеюсь, вы знаете. Но если не знаете, загуглите. Вкратце скажу, что существует один потребитель, здесь второй получатель. Но чтобы сделать оплату, необходимо открыть корреспондентский счет в каком-то стороннем банке. Так вот, Соединенные Штаты Америки пытаются наложить санкции именно вот на эти корреспондентские счета наших российских банков. То есть, закупщики не смогут оплачивать поставщикам. Ну и наоборот. Такая ситуация очень и очень серьезная. Именно поэтому сейчас банковский сектор находится под очень и очень серьезнейшим давлением. Будем смотреть, какие санкции еще готовы вести западные наши так называемые партнеры против Российской Федерации. Сегодня должен состояться экстренный совет безопасности Российской Федерации, который, по идее, запланирован был на вторник. Но вот уже сегодня мы с вами получаем на ленту информагент сообщение о том, что Путин перенес это заседание на сегодня. И, возможно, да, будет сделано какие-то громкие заявления. Точно так же мы с вами слышим из ДНР сообщение о том, что ситуация в непризнанной республике крайне критическая и они просят вмешаться уже в Российскую Федерацию. Фактически нас призывают к более или менее горячему конфликту. Надеюсь, что Российская Федерация на это не пойдет. Но есть еще одна сторона, которую мы с вами должны учитывать и почему западные санкции могут быть введены даже до того момента, как Российская Федерация пересечет границу с Украиной. Те же самые ДНР нам сообщают о том, что на их территорию уже прибыло более 400 добровольцев, в том числе и из Российской Федерации. И западные державы могут воспринять приезд добровольцев на линию соприкосновения как акт агрессии со стороны Российской Федерации. И тогда у них просто-напросто развязанные руки и они смогут просто-напросто начать вводить жесткие экономические санкции. Причем вот отключение от корреспондентских счетов это только первая часть фазы данных санкций. Выступал тот же самый Боррель на Мюнхенской пресс-конференции. Точнее, он не выступал, а давал интервью и говорит, что полный пакет санкций против Российской Федерации уже подготовлен. И фактически, если ситуация будет еще больше обостряться, он соберет главы МИД Евросоюза, где и объявит данный пакет санкций. Санкции, конечно же, будут касаться наших компаний-экспортеров, конечно же, будут касаться, наверное, каких-то новейших технологий, без того, без чего российская экономика развиваться просто-напросто не сможет. Именно поэтому в текущей ситуации я советую, просто, дорогие друзья, именно советую, я не могу никому рекомендовать, а скажу то, что делаю я. Я в текущей ситуации, наверное, в ближайшее время просто-напросто подзакрою шарты. Прибыли так очень и очень хорошие. И займу именно выжидательную позицию. Хотя бы до того момента, пока не произойдет встреча Лаврова и Блинкина. Если, конечно же, эта встреча произойдет. Надеюсь, у наших российских властей хватит мозгу до дипломатической встречи не ввязываться ни в какие бои, столкновения, не пересекать границы, все-таки оставить двери дипломатии открытыми. Но на фоне всего вот всех этих новых заявлений, новых возможных санкций против Российской Федерации выдержал не только, не выдержал, точнее, не только наш российский рынок, но и наша национальная валюта рубль тоже перешла к экстренному снижению. И мы с вами видим, что рубль уже сейчас торгуется на отметках 78 рублей 41 копейкой. И, скорее всего, не за горами тот день, тот час, точнее, уже, когда мы вновь увидим с вами американский доллар по 80 рублей. И здесь, к сожалению, либо к счастью, смотря у кого какие позиции, нет уже помощи того же самого Центрального банка. Мы с вами прекрасно помним, и мы с вами проходили похожую ситуацию буквально месяц назад, в январе месяце, именно в эти числа, да, ровно месяц назад, наша национальная валюта тоже перешла к экстренному снижению. Все как раз-таки на фоне геополитических рисков. Но тогда у Центрального банка Российской Федерации был довольно-таки мощный рычаг воздействия на валютный рынок. Они просто-напросто прекратили покупать валюту в рамках бюджетного правила. И тогда это действие возымело пользу, и мы увидели, что рубль начал довольно-таки серьезно укрепляться и укрепился за несколько дней больше, чем на 3%. Но и потом в районе 75-76 это укрепление остановилось. Именно там примерно стоимость нашей национальной валюты на текущий момент и составляет. Но сейчас и такого инструмента, как не покупать валюту в рамках бюджетного правила, его не существует. Каким образом сейчас Центральный банк будет пытаться удержать национальный курс валюты, пока сложно себе представить. Мы с вами видели, что за уши держали курс в районе 76 рублей на прошлой неделе, когда наш российский фондовый рынок только за четверг и за пятницу тоже, кстати, потерял почти 10%. Но рубль особо сильно не реагировал. Пятничные торги мы с вами закрывали на уровне 77 рублей 35 копеек. Мы забрались за эту линию сопротивления и остановились. И если мы с вами вспомним наш субботний обзор, где мы подводили итоги прошедшей торговой недели, я именно на этот уровень вам и сделал такой отсыл. Сказал, что преодолев это сопротивление и если мы сумеем здесь закрепиться, то дорога на 78-79 рублей считается уже открытой. Такое же мнение я высказывал вчера и ребятам из нашего премиум чата, проводя двухчасовой прямой эфир. Спонсоры канала могут посмотреть этот прямой эфир. Я фактически подробно расписал, где и как я жду наш российский фондовый рынок и даже давал аргументацию с точки зрения не геополитики, а с точки зрения именно экономического обоснования. Если мы с вами припомним ситуацию и наши видеообзоры еще осенние, тогда обострения с точки зрения геополитики еще не существовало. И мы рассматривали фондовый рынок именно с точки зрения экономики. И тогда осенью я как раз таки и говорил про уровни, куда должен прийти наш российский фондовый рынок, куда должен прийти американский фондовый рынок. Российский фондовый рынок уже туда пришел. Примерно на значение 1200-1250. Первые цели, откуда можно делать покупки на дивидендный сезон, мы выполнили. Теперь дело осталось за американским фондовым рынком. Но я думаю, что американский фондовый рынок ждать себя не заставит. И в ближайшую неделю-две мы с вами увидим стремительное падение и там. И вот потом как раз таки можно начинать делать какие-то осторожные покупки с целью на полгода на год, да, такие среднесрочные спекулятивные покупки. Но, к слову сказать, стоит и следующее, что сейчас рынок крайне и крайне новостной. Это, конечно же, очень плохо. И торговать в такой рынок, ну, на самом деле, я не рекомендую новичкам. Потому что пытаясь ухватить какое-то малейшее движение вверх, либо откат вниз, вы рискуете просто-напросто слить свой депозит. Такой ситуации самая безопасная, конечно же, находиться в американской национальной валюте. Я много раз говорил еще на протяжении всего 2021 года. Ребят, накапливайте доллары. Ребят, накапливайте доллары. В ответ я читал только лишь комментарии. Владимир, ты с ума сошел? Владимир, ты дурак? Ну и другие различного рода оскорбления. Эпоха доллара закончилась. Мы увидим доллар в ближайшее время по 65, по 69, по 60 даже рублей. Но вот прошло полгода, и мы с вами видим, что американская национальная валюта торгуется на уровнях 78,5 рублей. У нас средняя ниже 72 рублей. Ну, кто оказался в данной ситуации прав, ну, я думаю, сами уже прекрасно понимаете. Большое всегда видится на расстоянии. И, конечно же, многие сейчас спрашивают, Владимир, а покупать ли доллар? И даже еще на прошлой неделе, когда американская национальная валюта стоила порядка 75 рублей, я говорил, ребят, да, у кого нету подушки безопасности, кто хочет хоть как-то себя подстраховать на вот самые неспокойные времена, можно ограниченно купить себе немного долларов в районе 75-75,5. Даже бывали, были шансы закупиться валютой ниже 75 рублей. Я называл мощнейшую поддержку, которую рублю не пробить, это 74,2. Давали шансы по этим уровням покупать. Но почему-то люди, когда видят, что небольшое укрепление рубля, считают, что в России происходит мегаэкономическое чудо, мегаэкономический прорыв, что рубль идет резко на укрепление, эпоха доллара в очередной раз завершается. Но проходит всего лишь несколько дней, доллар отыгрывает за буквально считанные часы все потерянные позиции в течение нескольких дней и устремляется обратно вверх. Так в чем же лучше находиться и выгадывать 1-2% на акциях и, возможно, да, просто не успеть продать, либо же спокойно сидеть с долларовой подушкой безопасности и ни о чем не думать. Ну, я думаю, здесь ответ напрашивается сам собой, выводы делайте, конечно же, вы сами. Ну и последний момент, на котором мне хотелось бы отдельно остановиться с вами, дорогие друзья, это ситуация и числа примерно, по каким рынок идет. Если мы с вами вспомним ситуацию 2020 года, то падение рынков началось именно в конце 10-х, начало 20-х чисел февраля 2020 года. И мы тогда тоже с вами, дорогие друзья, предвещали, когда еще в январе 2020 года все фондовые рынки мира устремились вверх и в любую просадку тогда тоже выкупали. Я тогда только начинал вести наш YouTube канал, говорил, ребят, запасайтесь американской национальной валютой, в ближайшее время произойдет обвал. И приводил тогда очень много аргументов, но меня никто не слышал. Я всегда говорил, что февраль и марта месяцы это крайне тяжелые месяцы для фондового рынка, особенно для российского фондового рынка, потому что российский фондовый рынок в феврале и марте месяце готовится к дивидендному сезону. И для того, чтобы на дивидендном сезоне показать шикарнейший рост в феврале и марте месяце, российские бумаги всегда идут на снижение. Что было в 2021 году? Такая же ситуация обвальная была в 2020 году. Но именно тогда, в 2020 году на рынках тоже был надут мега большой пузырь. И этот пузырь тогда нужно было сдувать. Тогда на помощь пришла ситуация со здравоохранением, которая вергла в шок весь мир на два с лишним года. И только сейчас более или менее ситуация с здравоохранением нормализуется. Многие страны наконец-таки поняли, что держать ограничения бессмысленно. Некоторые страны и вовсе признают вот эту заразу ОРВИ, в частности, Норвегия. И мы об этом с вами говорили тоже, кстати, в 2020 году, что пройдет три года и об этом начнут забывать. Но сейчас придумали новую причину для того, чтобы сдуть пузыри на фондовых рынках. Конечно же, обострение с точки зрения геополитики. Мы все с вами должны прекрасно понимать, что, скорее всего, на 95% большого горячего конфликта России и Запада не будут. Потому что это будет последний горячий конфликт. И победителей здесь, что Джо Байден, что Владимир Путин признают, не будет. И даже когда в пятницу вечером Джо Байден давал большую пресс-конференцию, ему прямую задали вопрос, расценивает ли он возможность того, что Российская Федерация применит ядерное оружие. Нет, он сказал, даже гипотетически таких сценариев не расценивают. Конечно же, и мы этого не расцениваем. Но если начнется большой конфликт, которого не было со времен Второй мировой войны, все возможно. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл здесь сыграет роль. Но то, что санкции России не миновать, это остается фактом. Поэтому, дорогие друзья, сейчас занимаем выжидательную позицию и начинаем просто-напросто аккуратненько подбирать. Я говорил, что Сбербанк можно начинать подбирать ниже уровней 230 рублей за акции обыкновенные. Мы эти уровни увидели. Говорил, что Газпром будет в районе 280 и от этих уровней можно начинать набирать. С шагом примерно 15-20 рублей тоже мы эти уровни сейчас с вами увидели. Одновременно с этим хотелось бы предупредить, так как на этой неделе не было рубрики «Ежедневник инвесторам». И в это видео я не стал вставлять эту рубрику. Конечно же, хочется предупредить, что в середине недели российский фондовый рынок торговаться не будет. 23 февраля послезавтра. И, конечно же, открывать какие-то лонговые позиции, когда будет торговаться весь мир, а Россия торговаться не будет, крайне и крайне опасно. Достаточно вам привести пример 8-9 марта того же самого 2020 года. Когда мы уходили 7 марта тогда на выходные, все было замечательно. А потом мы с вами открыли фондовые площадки и увидели обвальное падение и нефти, и нашего российского фондового рынка. Тогда Российской Федерации тоже захотелось повоевать в Саудовской Аравии. И тогда российская делегация на совещании ОПЕК просто встала и хлопнула дверью. Ну, а у Саудитов просто упало, забрало. Они говорят, ну, воевать так воевать. И они развязали потом уже ценовую войну. Произойти может все, что угодно. Поэтому в текущей ситуации безопаснее всего занять выжидательную позицию. Если вы открывали шарты там на уровнях выше 1400 по РТС, конечно же, можно выставить где-то стопы на безубыток, либо поставить стопы в плюсе, да, ставить себе какое-то пространство для маневра. И сидеть спокойно, попивать копеек и радоваться тому профиту, который вы заработали. Кстати говоря, дорогие друзья, учитывая то, что конец февраля, мы хотели сделать набор только на январь, но потому что некоторые моменты мы захотели улучшить. Набор в наш премиум чат продолжается. Да, количество мест ограничено, но вы заваливаете Директ, Телеграма, да и на Ютьюбе тоже пишите комментарии, как попасть к нам в чат. Набор в наш премиум чат продолжается. И даже несмотря на то, что день рождения канала уже практически месяц как назад прошел, праздничные скидки в честь дня рождения нашего канала Инвест Профит остаются. Условия попадания в наш премиум чат есть в нашем открытом телеграм-канале. Кто хочет зарабатывать вместе с нами, вылавливать именно вот такие большие движения, а не плюс 2-3-4 процентика, и потом не сидеть и не понимать, а что дальше делать. Нет, мы с ребятами в премиум чате именно и сейчас формируем большие долгосрочные портфели, большой дивидендный портфель. Мы и ловим вот эти движения. Еще раз повторюсь, мы одни из немногих, которые предсказали падение нашего российского фондового рынка, и не просто мы предсказали это падение, мы на этом падении заработали, причем в режиме реального времени, от 1830 до 1350 с одним перезаходом, и потом от 148 тысяч до 142 тысяч, и опять от 148 тысяч до 126 тысяч по фьючерсу РТС. Сами можете посудить, какой мы профит с ребятами из премиум чата сумели заработать. Это помимо тех внутридневных спекуляций, которые мы делаем на отчетах. Но там, да, там были и удачи, и неудачи. Конечно же, больше удачных сделок, есть и неудачные, но если будет все удачное, и не будет неудачных сделок, ну это просто-напросто была бы фантастика. Нет, я тоже человек, имею тоже право на ошибку, но не ошибается тот, кто вообще ничего не делает. Лично это мое точка зрения. Поэтому, если хотите к нам в премиум чат, условия попадания к нам в премиум чат есть в открытом телеграм-канале. Советую воспользоваться эксклюзивными предложениями. Я за долгосрочное сотрудничество. Дорогие друзья, если вам наш видеообзор сегодняшний понравился, обязательно ставьте лайки. Если не понравился, ну ставьте тогда дизлайки. Пишите обязательно свои комментарии, мнения, пожелания, критику, вопросы. Стараюсь на все ваши вопросы всегда отвечать. На многие вопросы вы найдете ответы во вчерашнем прямом эфире. Он доступен уже для спонсоров данного YouTube-канала. Прямой эфир от 20 февраля. Можете посмотреть плейлист прямые эфиры. Также, дорогие друзья, не забываем подписаться на канал и нажать на кнопочку колокольчик, что и там кнопочка все, чтобы вы не пропускали наши видеообзоры. Конечно же, спонсируем канал не только прямые эфиры, там и есть интересные видео, только доступные для премиум-чата. Также, дорогие друзья, прошу вас о помощи, небольшой, маленькой помощи. Можете отрепостить данное видео где-нибудь у себя в социальных сетях. Это очень сильно помогает тому, чтобы канал развивался. И, конечно же, не забывайте про наши социальные сети. Это TikTok. Обязательно подпишитесь, там очень много полезных видео выходит. Ссылка на него есть в описании и в закрепленном комментарии. Также у нас есть второй по значимости ресурс после YouTube. Это Instagram. Очень много полезной информации. Кладезь просто для новичков с точки зрения особенно технического анализа. Там сегодня уже вышел новый пост, поэтому скорее переходите по ссылочке в описании и в закрепленном комментарии. Ну и, конечно же, у нас открытый Telegram канал. Ссылка на него тоже есть в описании и в закрепленном комментарии. Там как раз-таки есть условия, как попасть к нам в премиум-чат. Я на этом с вами, дорогие друзья. Сегодня уже буду завершать этот видеообзор. Пойду дальше наслаждаться падением нашего российского фондового рынка. Мы с вами видим, что уже мы пробили почти 1250. Доллар находится сейчас уже на уровнях 78.63. И я думаю, что сегодня мы все-таки увидим отметку 80. И второй раз дали вам, дадут возможность заработать. Кто фиксировался на 80, откупал на 75. И сейчас снова вам такая возможность предоставляется. Аналитика на данном канале одна из лучших в YouTube. Я не скажу, что мы лучшие. Нет. Но одна из лучших. Здесь мы, ну, наши прогнозы сбываются на 80-90%. Это довольно-таки неплохой процент исполняемости наших прогнозов. Да, есть какие-то неудачи. Но без неудач, как я еще раз говорю, не бывает и побед. Еще раз с вами прощаюсь. Лайк, подписка, пять слов, комментарий. Пока.